Привет! В этом видео мы с вами сделаем макияж двумя очень странными лайфхаками из тиктока. Я думаю, первый способ вам уже не один раз попадался, так как и мне, и мне реально очень интересно, работает ли это вообще в принципе. Поэтому давайте же скорее проверим, есть ли вообще в этом смысл, или это просто трата времени. Для этого лайфхака нам нужна пленка пищевая, но почему-то в моем доме не оказалось пищевой пленки. Я нашла вот что-то подобное, я думаю, оно ни на что не повлияет, оно тоже тоненькое и должно все сработать. Я, по крайней мере, на это надеюсь. Следующими пунктами нам нужны консилеры, скульпторы жирненькие и румяшки. И, судя по всему, помада какая-нибудь или можно использовать те же румяна. Вот эта вот пленка, что у меня, оказалась немножечко плотнее, и я, к сожалению, ничего через нее не вижу. Поэтому я, наверное, сейчас прорежу две дырочки для глаз и для носа, и вернусь к вам. Ну все, я вырезала дырочки для глаз. Вот примерно так это будет выглядеть. Не обращайте внимания, для нас это совершенно не имеет никакого значения. Это чисто для того, чтобы я могла видеть, что я буду делать. Итак, будем прикладывать, и я хочу зафиксировать ее на невидимке. Вот как-то так. Ну, здравствуйте! Все готово, поэтому берем сразу консилер и наносим его на выступающие части лица, как обычно. То есть под глазки, на центр лба. Проходимся вдоль спинки носика, подбородок и вот тут. Проводим две линии. Дальше берем жирненький скульптор и наносим на те части, которые нам нужно сузить и затемнить. Вот сюда на скулы. И, естественно, смоделировали носик. Дальше вход у нас тут кремовые румяна, и наносим их вот сюда. Тут и тут. Как вы знаете, я люблю еще добавлять на кончик носика, поэтому еще немножечко сюда добавляю. Вот, смотрите, как по мне выглядит это все очень-очень странно, и вообще не факт, что сработает, но мы уже практически закончили, поэтому нет времени отступать. Дальше берем помаду. Я взяла вот такой вот нюдовый оттенок, просто для того, чтобы не сделать там пятно. Я надеюсь, нюдовый будет легче растушевать, если что. Ну и наносим его на губки. Ну что, на этом все, это уже закончилось. Можно снимать, освобождать наше лицо. Скажу так, впечатление не из лучших. Желательно такое не повторять дома. А если все-таки это сработает, и вы захотите повторить что-то подобное дома, обязательно сделайте дырочки для носика, чтобы не задохнуться, потому что это не совсем безопасно. Ну что, вы готовы прикладывать это к лицу? Я что-то совершенно не готова к этому, и мне очень страшно, что из этого получится. Ну, давайте проверим. Приложили, и так хорошенечко теперь отпечатываем все то, что мы нанесли. Ну что, пробуем теперь снять это все. Я надеюсь, хоть что-то перебилось. Ну что, я беру зеркало, потому что до сих пор себя не видела. О, класс! Что-то таки перебилось. Сейчас попробуем это все растушевать. Губы, правда, какие-то не сильно яркие, но это, наверное, из-за того, что помада была нюдовая. Я так думаю. Или она не слишком сильно перебилась. Если будете повторять, можете не бояться и взять помаду поярче. Ничего страшного в этом нет. Ну а теперь самое интересное, получится ли его растушевать. Я взяла спонжик. Ну и начинаем все это распределять. Я сначала поработаю одним спонжиком. Распределю румяшки и скульптор. А уже на консилер перейду другим. Ну, что я могу вам сказать. Одна сторона вылетит уже неплохо. Тушую дальше. В принципе, все распределяется очень даже хорошо. Текстуры кремовые, поэтому никаких сложностей в этом нет. И находится все примерно в нужном месте. Темненькое растушевало. Теперь беру маленький и распределяю консилер наш. Ну вот, я практически все дотушевала. Смотрите, выглядит очень даже неплохо. Немножко пришлось поиграться с носиком, потому что скульптора было слишком много. И носик выглядел слишком загорелым сравнительно со всем лицом. Но за счет большого количества консилера у меня получилось все растушевать и сделать более-менее адекватный цвет. А вот с губами вообще никаких проблем. Это все очень круто тушуется прям пальчиком. Из-за того, что мы выбрали все-таки нюдовый оттенок, оно не слишком выступило за края. И с этим нет никаких проблем. Оттенок на губах есть, но и достаточно. Я думаю, проблемы были бы, если бы мы выбрали какой-то красный или бордовый оттенок. И было бы интересно посмотреть, что из этого получилось бы. Чтобы завершить уже наш макияж, я добавлю хайлайтера немножко на кончик носика, немножечко вот сюда. Ну все, наша кожа уже готова. Теперь можно приступать ко второму очень странному лайфхаку. Нам опять-таки нужен консилер и нужна кисточка. Набираем консилер, так хорошенечко. И будем рисовать стрелку. Да-да, именно стрелку, именно консилером. Сейчас все поймете. Вот, смотрите на этот лайфхак. Я не знаю, как это сработает. Мне кажется, что наша подводка сейчас сделает с консилера какое-то болото, но давайте проверим. Так, я набрала консилер, рисую обычную стандартную стрелочку. Такую немножечко можно даже пошире сделать. Я вам скажу, это так непривычно. Можете просто попробовать проводить стрелку именно консилером. Так странно выглядит. Но чтобы не было так скучно, давайте проведем еще одну стрелочку. Вот тут, какую-нибудь такую графичную. Вот так. И вытянем. Делайте то, чтобы вы, например, боялись сделать сразу. Это же лайфхак, он должен сработать. Так что есть возможность попробовать какие-то новые стрелки. И еще один моментик консилера нанесите достаточно плотненький слой для того, чтобы он хорошенечко перебился. Теперь берем какую-нибудь плотненькую вот такую вот штучку. Я взяла просто разрезала файлик. Я думаю, этой толщины будет достаточно. Смотрите, что делаем дальше. Просто прикладываем, отпечатывая наш консилер на вот эту вот пластиночку. Так хорошо проведите, чтобы она точно перепечаталась. Видите, стрелочки повторились. Так, теперь берем другую, пустую пластиночку. Вот так вот прикладываем. Нам же нужно отзеркалить их. И теперь уже на пластиночке наносим наш консилер. Ну что, готово. Теперь пробуем это все перебить. Что-то меня это пугает, но надеюсь получится. Главное попасть в нужное место. Ну что, мне страшно, но давайте заберем. Оооо. Не идеально, к сожалению. Но примерно видно, где рисовать стрелку. Давайте чистой кисточкой немножечко почистим это все дело. Благо это консилер, и растушевать его нет никакой сложности. Вот так. Ну, вы знаете, как бы, ну, 50 на 50. В принципе, место, где рисовать стрелку у нас есть. И, в принципе, они совпадают, поэтому... Сейчас попробуем. Есть еще надежда, что что-то из этого получится. Хотя, она очень слабенькая. Берем свою любимую подводку. И сейчас будем рисковать. Начинаем. Прямо полностью по всему нашему корректору проводим подводкой. Кстати, я уже вижу, болото не получается. В принципе, нормально. Оно, видимо, когда отпечаталось, забрало большую часть средства на себя. Поэтому болото не получается. Я еще захожу полностью сюда, во внутренний уголочек, чтобы полностью прокрасить стрелочку. Но я вам скажу, удобнее, конечно. Получается как будто типа атрафаретик. И руке уже намного легче рисовать стрелку. Одна готова. Давайте теперь другую наведем. Да, получается реально намного проще. Вот, смотрите, один глазик готов. Стрелочки прикольные, достаточно получились. И сейчас попробуем на другом, где у нас не совсем так все идеально, навести такие же. Надеюсь, будут одинаковые. Тоже начинаем с нижней. И, естественно, провожу вдоль всего ресничного ряда. Первая вроде как есть. Сейчас будет самое трудное. Делать такую же. Второй. Так, еще чуть-чуть осталось. Вот. Ха-ха. Они получились разные. К сожалению, эта получилась более жирненькой. Ну, давайте тогда эту тоже немножко расширим, чтобы они были одинаковые. Ну, я вам скажу, это уже легче, чем с нуля рисовать на пустом месте одинаковые стрелки. Главное, увеличивайте все постепенно и сверяйте одинаково стрелок, чтобы не получиться потом в итоге пандочкой. Ну вот, смотрите, стрелищи наши готовы. Это уже реально не стрелочки, а стрелищи. Но они у нас одинаковые. В принципе, не без трудностей, но по итогу одинаковые. Значит, лайфхак работает. Ну, или наши ручки с нормального места работают. Тут как посмотреть. Ну и давайте закончим наш макияж, чтобы по итогу все смотрелось нормально и завершенно. Я пока прокрашиваю реснички. И на губки давайте нанесем прозрачный блеск. И еще мне очень хочется к таким ярким глазам добавить все-таки накладные ресницы, чтобы гармонично все смотрелось. Ну вот, с ресничками все смотрится намного гармоничней и завершенней. Мне уже так даже очень нравится. Итак, давайте подведем итоги по двум нашим лайфхакам. Типа лайфхакам. Почему типа? Потому что лайфхак должен упростить процесс. А я не уверена, что используя вот это, вы упростили себе жизнь. В принципе, да, оно нанеслось на нужные места, оно хорошо растушевалось. Но вы потратили достаточно много времени на то, чтобы нанести сначала это вот сюда, потом переложить, потом отпечатать, потом попытаться это все растушевать. Я не уверена, что этот лайфхак рабочий и нужно его применять в жизнь. Попробовать можно, если есть желание, но чтобы прям на постоянку, я не уверена. Мне намного проще сразу изначально нанести нужные цвета. Так что тут уже смотрите сами, что вам больше подходит. Что касается нашего второго варианта, это возможность сделать классные, одинаковые, интересные стрелки. Если у вас не получается от руки сразу изначально их такими нарисовать. Этому способу я даю еще шанс на жизнь. В принципе, это работает, так что обязательно попробуйте. Если вам понравится, можете применять в жизнь. Конечно же, не на каждый день, но когда вам на праздник нужны интересные стрелки, этот вариант подойдет. Ну а у меня сегодня на этом все. Вот такие два странненьких способа нанесения макияжа у нас были. Если вы найдете что-то еще такое вот интересненькое на просторах интернета, присылайте в инстаграм. Ну и до встречи в следующем видео.